Сегодня около половины шестого утра, предположительно вследствие поджога, загорелись офисные помещения телевизионного агентства Урала. Неизвестные пока ублюдки и подонки, забравшись по неровностям стены здания, добравшись по ней до второго этажа, где располагался офис, выбили стекло и забросили внутрь нечто огнеопасное, облили бензином или ацетоном и подожгли. Телевизионный агентство Урала и руководство ТАО напрямую увязывает поджог и пожар офиса с предстоящей летом следующего года выборной кампании губернатора Свердловской области. Это, по-видимому, как бы предупреждение телевизионному агентству Урала, всегда и при любых обстоятельствах занимавшему и занимающему честную и принципиальную позицию. Предупреждение со стороны сил, которые не устраивает эта наша честная и принципиальная позиция, и которые неоднократно уже пытались воздействовать на телевизионное агентство Урала, как бы не напрямую, не через пресс-секретарей или помощников. Но ни для кого ведь не секрет, что существуют криминальные группировки, оказывающие определенные услуги нечистоплотным политикам. Вот и оказывают. Устроить, например, покушение на кого-то из сотрудников или руководителей ТАО было бы слишком серьезно. А вот поджог в самый раз. Цели той, какой, наверное, хотели поджигать или подонки, не достигли. Хотя пострадал офис очень серьезно. Но новости, как видите, выходят. Здравствуйте, вы в эфире. Судя по всему, чрезвычайно особенный, скажем так, пожарный выпуск новостей. Девять с половиной ежедневных новостей телевизионного агентства Урала. Такого еще у нас, пожалуй, едва ли когда происходило. Ну, что сказать по этому поводу. Ворги не дремлют, мерзеют в догубернаторских выборах, с которыми мы напрямую связываем этот гнусный поджог, эту гнусную диверсию против нас еще далеко. А уже такие вещи вытворяются. Сложно себе представить, что будет твориться ближе к лету. Но, тем не менее, видимо, надо крепчать и предохраняться. Еще раз повторюсь, что на 99% этот поджог в нашем офисе мы связываем с политикой. Один процент, который не входит в эти 99%, судя по всему, какие-то околополитические возможные причины поджога. Ну, никак не уголовные или какие-то шпанские дела. Что же касается сегодняшнего выпуска новостей, то все по-прежнему, все нормально, в полном объеме. Единственное, естественно, выпуск получился у нас несколько скомканный. Всего то обстоятельство, что значительная часть сотрудников телевизионного агентства «Урала» сегодня не совсем новостями занимался некоторыми другими разгребательскими делами, но, тем не менее, все наиболее важное, что случилось сегодня в городе, в области, мы расскажем. Единственное, может быть, какие-то приятные мелочи, которые мы уделяли в предыдущие дни достаточно много времени, мы сегодня решили полностью опустить. Всего того, что хотелось бы заняться чем-то другим, смотрите. В ежесуточной сводке отдела пропаганды Управления государственной противопожарной службы области написано о поджоге офиса телевизионного агентства «Урала» довольно скромно, о повреждении оконной рамы и подоконника. Однако все это, сами понимаете, намного серьезнее пострадало. Около 70 квадратных метров офисных помещений поплавились и обгорели стеновые панели и часть стоявшей в пострадавшей комнате мебели, оргтехника, компьютеры, телефоны. Офис теперь нужно целиком отделывать заново. А вы сами понимаете, что такое сегодня евроремонт. Противопожарная сигнализация оказалась в момент пожара отключенной. Пламя заметили чисто визуально, после чего в 5.35 утра были вызваны пожарные расчеты. Поджигатели не добились главного. Ничего из съемочной и телевизионной аппаратуры ТАУ от пламени не пострадало. Однако копоть и сажа от пожара на нее все же попало. Безусловно, все это нужно теперь должным образом тестировать и проверять. Очень интересный момент. В непосредственной близости от очага возгорания располагался большой аквариум с рыбками. Почти на томму воды. Рыбки пираньи живы. Хотя сам аквариум очень сильно закоптился и оказался завален обвалившимися сверху панелями. Внутрь в воду ничего не попало. Все было закрыто стеклом. Сложно сейчас сказать, выживут ли рыбки впоследствии, но в настоящий момент они плавают и плещутся. В этой же обгоревшей комнате располагалась среди прочего и бухгалтерия ТАУ. Прямо у окна, куда подонки-поджигатели забросили зажигательную смесь, стояла одна из бухгалтерских тумб. Она выгорела дотла. В пламени сгинули все финансовые документы ТАУ за два последних года работы. Все предыдущие бумаги ТАУ хранились в другом месте, а бумаги за 1997-1998 год сгорели. Ущерб от возгорания, безусловно, еще нужно считать, но совершенно однозначно часть его будет погашена страховкой. Страховая компания уже в курсе событий. Часть будет восстанавливаться за счет фирмы, устанавливавшей и обслуживавшей в офисе телевизионного агентства Урала пожарную сигнализацию и безо всякого предупреждения отключившей ее. Если бы сигнализация была включена и работала, то учитывая, что минувшая ночь была не очень тяжелой в пожарном плане, пожарные прибыли на место гораздо быстрее, чем это произошло. На самом деле, просто-напросто сигнал бы о возгорании поступил бы на пульт раньше и пострадало бы в офисе наверняка меньше. Работавшие на месте инспектора-дознаватели указывают причиной возгорания поджог. Окончательные выводы будут сделаны, конечно же, как это и положено по закону, через 10 дней. Но уже сегодня ясно, что случившееся чей-то недобрый умысел. Тех ублюдков и подонков, кто это сделал, телевизионное агентство Урала в обязательном порядке будет искать и найдет. Как по официальным, так и по неофициальным каналам. Милиционеры на место, конечно, выезжали, но не в обиду будет сказано. На них надежды мало будем действовать по всем направлениям. Очень странным образом сегодняшний пожар в офисе ТАО совпал по времени с попытками областных депутатов перекроить и переделать существующий в Екатеринбурге телерынок и телеэфир. Мы, конечно же, ничего не утверждаем и ни на что не намекаем. Но факт совпадения остается фактом. То, что поджог мог произойти, как мы уже и говорили ранее, только по политическим мотивам, совершенно однозначно экономические какие-то причины исключаются полностью. Должники у телевизионного агентства Урала среди партнеров по бизнесу, конечно, есть. Но с ними всегда и при любых обстоятельствах все проистекало и проистекает цивилизованным путем. И никак иначе телевизионное агентство Урала, в свою очередь, никому не должно. Ни в бюджет, ни партнерам по бизнесу. Просто хулиганство или какая-то месть кому-то из сотрудников исключается. Тоже сотрудники и руководство ТАО ведут исключительно скромный образ жизни. По злачным местам не шарахаются и ни с кем не конфликтуют. Враги у ТАО, конечно же, и есть. Потому как агентство занимало и занимает честную принципиальную позицию. В последнее время никто ни о чем нас не предупреждал. И никак не угрожал. Конкретно. Подожгем там, сожгем, взорвем. Но вообще попытки давления на 9,5 на новости были с самого начала работы с 1994-1995 годов. Просто подсылали, например, боевиков, боевки быков, иначе не скажешь, пытались воздействовать на нас через разных влиятельных в городе людей. Всяко бывало. И было теперь вот, докатились до поджога. Восстановительные работы уже начались телевизионные агентства Урала. И новости 9,5 работают и выходят в эфир.